МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так рад столько знакомых лиц видеть в зале, и не только в зале, и в кулуаре. Рад, что так много людей собралось здесь. Спасибо вам. Вкратце обо мне, кто не знает, мне уже кто-то шутил, что этот слайд видит почти на каждом моем выступлении, что нужно что-то обновлять. Я, в принципе, обновляю. 5 лет из 22 я посвятил интернет-маркетингу. Сейчас меня знают больше как директора по маркетингу интернет-магазина Интимо, белье купальники. Также являюсь корпоративным тренером-консультантом компании SEO-студио. И внешним тренером за прошлый год я отчитал свыше 85 часов публичных выступлений, консалтинга. Я очень много преподаю. Если здесь есть интернет-маркетологи в зале, они наверняка есть. Мы недавно запустили клуб интернет-маркетинга. Приходите к нам. Сегодня мы поговорим о генерации дешевых, выгодных заявок из интернета с нестандартной, несколько непривычной для некоторых моделью. Но перед этим нам нужно признать достаточно горькую правду. Конкуренция в интернете растет. Все тяжелее мелким и средним бизнесом конкурировать с крупными рекламодателями. При этом наши сайты, скажем откровенно, они недостаточно хорошо конвертируют посетителя в покупателя. Все это приводит к тому, что все тяжелее найти для малого среднего бизнеса себе клиента в интернете по адекватной цене, по той цене, которая устроит бизнес, которая будет ему выгодна. И для этого нам нужно чуть-чуть поменять парадигму. Продажи в лоб работают все хуже. Все говорят, купи у меня, у меня самые низкие цены. Все в принципе делают похожие сайты, похожие предложения по покупке товара или услуг. И на смену продажам в лоб приходит концепция, которая пришла с запада. Это концепция двухшаговых продаж. Когда вы привлекаете пользователя на одно, а продаете ему в итоге другое. Когда вы ему обещаете чего-то бесплатно, даром, бонусом в подарок, а в итоге продаете ему параллельно свои товары и услуги. Перед тем, как мы перейдем к концепции двухшаговых продаж, я вам расскажу о правиле трех П, которые я часто использую на своих тренингах, семинарах. Первая буква П – это принимай. Мы должны принять, что этот подход может работать для нашего бизнеса. Мы должны принять, что да, это может работать, потому что мой опыт, опыт коллег, он подтверждает, это может работать. Вторая П – применяй. Очень важно после того, как вы сегодня услышали, пойти и попробовать это сделать, потому что знания просто в формате знаний, они малоценны для бизнеса. И третья П – это приспосабливай. Не существует универсальных таблеток, не существует готовых решений. Любой подход нужно приспособить к конкретно вашему бизнесу. Итак, поехали. Первое. Мы должны продумать, что наш бизнес готов дать пользователю в обмен на его контактные данные. Я тут, чтобы было проще тем, кто… Кстати, кто-нибудь сталкивался с двухшаговыми продажами? Поднимите, пожалуйста, руки. Супер, супер. Я ожидал меньше. Молодцы, ребята. Что можно дать бесплатно? Можно дать бесплатно книгу. При этом это не обязательно будет напечатанная книга. Это может быть сборник статей в формате PDF, который вы назвали книгой. Можно дать бесплатно подборку советов в формате e-mail рассылки. Можно дать бесплатно доступ к какому-то вебинару, семинару, тренингу и сказать, что в обычных условиях вы продаете на него доступ. Можно дать видеоинструкции, бесплатную консультацию. По сути, очень много вещей вы можете и так давать своим клиентам бесплатно. Просто это нужно под правильным соусом завернуть. У многих бизнесов и так менеджеры бесплатно консультируют клиента. Примеры, как это может называться. Если мы продаем бухгалтерские услуги, это 7 советов, как оптимизировать налогообложение для малого бизнеса. Если мы оптовый поставщик, бесплатный набор для оптового клиента. Туда входит диск с каталогом продукции, книга. Опять же, то, что я говорил, это просто PDF, сборник статей, которые вы можете печатать, можете не печатать. И 200 гривен. Как потом выясняется, это 200 гривен скидки на первую покупку. То есть это не то, что вы готовы выплатить клиенту 200 гривен. Еще вариант. Книга «10 ловушек при создании офшорной компании». Все офшорные компании говорят, мы надежные, мы позволим вам сэкономить. Вы же можете расписать это с другой стороны. Мы эксперты, мы знаем, на какие ловушки вы можете попасть. И вариант, вебинар, как научиться делать маникюр и зарабатывать этим на жизнь. Предположим, вы продаете профессиональные маникюрные наборы. Ваш рынок ограничен профессиональными мастерами маникюра, которые уже имеют сформированные какие-то пристрастия. Вы можете выйти за пределы этого рынка и начать учить людей, как им делать маникюр и параллельно продавать свои маникюрные наборы. Это такие заготовки, которые я вам рассказал, которые вы можете приспособить легко под свой бизнес. После того, как вы определили с тем, что вы готовы дать пользователю в обмен на его контактные данные, нужно сделать одностраничный сайт. Почему одностраничный? Или тут английское слово «landing page» – страница приземления. Потому что на этом сайте вот этот товар, который вы даете бесплатно или по очень дешевой цене, он будет локомотивом, который будет собирать из аудитории контакты потенциальных клиентов. Он будет как пылесос собирать со всего рынка людей, которые хотят чего-то бесплатно даром, и только потом допродавать им дополнительные товары и услуги. Не отвлекаем клиента. Одностраничный сайт не позволяет клиенту отвлечься на кучу страниц и забыть, почему он пришел сюда. То есть одностраничный сайт, он напоминает и вам, и клиенту, зачем он пришел сюда. Заполнить форму, оставить контактные данные. И он работает на эту одну цель. И одностраничные сайты легко могут добиться конверсии в 10, 15, иногда даже 20%. Это значит, что каждый пятый, десятый посетитель сайта сможет оставлять вам контактные данные, если вы сделаете все правильно. Примеры одностраничных сайтов, западных, русских, украинских. Ну, на вот этот я сам попался. Придумали какую-то щетку для чистки не только зубов, но и языка. Большая кнопка «Купить сейчас». Красивые фотографии. Здесь скриншот неправильно снят. Здесь видео, заголовок, подзаголовок, люди, которые уже воспользовались этой щеткой. Следующая вещь там. Приглашение на семинары, конференции. Одностраничным тоже может быть сайт пригласительного на конференцию. Это пример из российской специфики. Вот такой длинный сайт с кучей отзывов и в конце форма, которую нужно заполнить. Пример украинский. Компания SpeakUp, которая пришла в украинский интернет с того, что начала платить партнерам не за клики, не за показы, не за топ-позиции, а за заполненные заявки. И их партнеры размещают разного рода сайты, где цель одна, чтобы потенциальный клиент заполнил заявку. Дальше с ним работают менеджеры и продают ему услуги обучения. Пример банковская тематика, тоже украинский. Заказать. Тут у нас, по-моему, автокредит, заявка на автокредит. Простой сайт. Есть какие-то переключалки, но в принципе он одностраничный. Какие блоки должны быть на одностраничном сайте? Заголовок. Заголовок – это та вещь, которую учат нас копирайтеры. Сегодня еще будут доклады по копирайтингу, которые сильно помогают продавать. Вот заголовок. Форма, кнопка, призыв к действию. С минимумом полей. Эмейл. Телефон не все хотят заполнять. Эмейл, имя. Эмейл, телефон, имя. Блоки убеждения. Разные сертификаты, гарантии, обещания. Почему вам стоит доверять? Почему можно оставить вам контактные данные? Фото, видео, аудио вашего товара или отзывов ваших клиентов о товаре или услуге. Отзывы. И снова можно повторить кнопку, форму и призыв к действию. То есть, если мы заметили раньше, то там было продублировано. Сначала наверху форма, потом ты долистываешь до низу одностраничного сайта, и тебя еще раз напоминает, почему ты здесь. Заполни форму. Где взять такой сайт? Это очень просто. Есть сервис LP Generator русский с помесячной оплатой от 10 долларов в месяц. Есть аналогичный сервис Unbounce.com. Эти два сервиса тем хороши, что в них, кроме создания таких сайтов, зашита еще возможность проводить тесты с такими сайтами. То есть, тестировать. Если вы поменяли кнопку, насколько больше клиентов оформляет у вас заказ. Если вы поменяли заголовок, насколько больше клиентов у вас оформляет заказ. Вам не нужно разбираться в сложном Google веб-сайт оптимайзере. Вам не нужно держать своего программиста, верстальщика, который будет этот сайт делать и утверждать с вами. Сервисы позволят вам это сделать самим и легко. Если вы разбираетесь и умеете сами делать, то можно купить шаблон на Temp Forest.net. Это стоит 5-13 долларов. Или если у вас промышленные масштабы, можно купить решение на основе WordPress Get Promise. 165 долларов тоже с АБ-тестами. И можно достаточно много сайтов создавать и тестировать под разные продукты, услуги. Какие еще вещи важны? Вот эти я их называю блямбочки. Извините, я другого названия не знаю, но это какие-то картинки, которые привлекают взгляд, на которых может быть написано там стопроцентная гарантия, гарантия конфиденциальности, описаны ваши преимущества. Они достаточно неплохо работают. И очень важно, если вы будете размещать на эту страницу рекламу из Google, то они требуют, чтобы рядом с формочкой было соглашение о конфиденциальности. Не напаритесь на эту проблему, потому что если соглашение будет где-то внизу страницы, или его не будет, то Google не даст вам крутить через них рекламу на такую страницу. После того, как вы составили такой сайт, продумали копирайтинг, убеждение аудитории, пора запускать рекламу и тестировать такой сайт. Реклама. Во-первых, это поисковые сети, это контекстная реклама в поисковых сетях, AdWords, Директ. Во-вторых, это реклама в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Mail.ru и так далее. И в-третьих, это тизерные системы рекламы, о которых очень часто забывают малые и средние рекламодатели или используют их не до конца правильно. Там тоже могут быть заявки, там тоже можно работать с несформированным спросом, просто нужно внимательнее контролировать и лучше превращать посетителей с тизерных сетей в потенциальных покупателей. Объявление. Настраиваем на свою аудиторию. Сразу не распыляемся, что если мы продаем, например, только купальники оптом, то сразу не настраивайте объявление по запросу «Одежда оптом». Обыгрываем в тексте бонусы. Очень важно, что вот та вещь, которую мы в шаге номер один предусмотрели, мы ее должны обыграть и в нашем объявлении. Такое объявление получит кликабельность в 2-3 раза выше, чем объявление конкурентов, когда они продают в лоб. Купи у меня. А вы говорите, не покупай у меня, у меня вот есть бесплатный для тебя подарок. И люди будут по этому кликать. И играйте с ценой за клик, для того, чтобы цена вашей заявки получилась выгодной для вашего бизнеса, потому что заявка – это еще не продажа. Еще из этой заявки нужно получить клиента. Из презентации Яндекса я взял этот слайд. Здесь рассказано о том, что у нас слова даром, бесплатно, бонус, супер, ультра, мега, экстра повышают CTR в 1,5-3 раза. То есть если вы в вашем объявлении говорите, что вы чего-то даете даром, вы повышаете CTR объявления в 3 раза. А это значит, что вы в 3 раза можете платить меньше за клик, чем ваш конкурент, который даром ничего не предлагает. Ну, если грубо считать. И тоже русский пример для того, чтобы вы вдохновились, насколько хорошо могут работать АБ-тесты. Ребята из России тестировали. Вот версия старая, которая имела конверсию 2,5%. И вот версия финальная, благодаря которой они достигли конверсии 9,6%. То есть практически в 4 раза только за счет того, что они тестировали разные дизайны, разное расположение кнопок, элементов, они достигли повышения конверсии. И там, и там одностраничный простой сайт, у которого одна простая цель – собирать контактные данные от ваших потенциальных клиентов. И о чем не стоит забывать? О том, что с таким подходом у вас должна быть внутренняя система продаж. Что если ваши менеджеры привыкли отпускать товар и работать только на входящие заявки, и не готовы развивать клиента, выращивать его, допродавать, общаться с ним, то у вас это работать не будет. Если вы понимаете, как вы можете клиенту допродать, продать больше, продать более маржинальный товар, как я смотрел в каком-то видеоролике про Москву, цветочные салоны разместили много рекламы, 10 роз за 200 рублей. Это оптовая цена на 10 роз. Но когда клиент приходил в магазин, его спрашивали, а кому вы будете дарить? Ой, маме, ну маме роза это не очень, купите лучше герберы. А если в итоге приходил студент, который хотел, говорил, да нет, у меня вот 200 рублей, 10 роз хочу купить, ему говорили, слушай, ну если у тебя денег нету, возьми лучше одну розу, это же типа внимание и так далее. Возьми одну розу за 100 рублей, зачем тебе брать 10 за 200. И в итоге и там, и там они зарабатывали очень хорошо на марже. То есть они давали товар локомотив 10 роз за 200 рублей, но продавали вообще другие товары и зарабатывали на них по-другому. Поэтому помним об этом. Тут очень много во внутренней системе продаж, очень много можно автоматизировать. С помощью того же email маркетинга, sms маркетинга можно автоматизировать какие-то стандартные коммуникации между вашим менеджером и клиентом, чтобы он оставил заявку сегодня, ему пришло одно письмо, через 3 дня ему пришло следующее письмо, через 5 дней ему пришло sms, через 10 дней его набрал менеджер и так далее. Когда вы создаете свою воронку продаж, по которой вот этих потенциальных клиентов прогоняете, чтобы они у вас в итоге купили. И финишная прямая, я вкладываюсь как раз во время, желаю вам, чтобы когда у всех все грустно, цена клиента растет, чтобы у вас было все хорошо, важно не просто знать, важно делать и нужно понять, что вы сделаете сегодня, что вы сделаете на этой неделе, что вы сделаете в этом году для того, чтобы стать более конкурентными на рынку и получать больше заявок с рынка. И мало знать, надо делать, хорошая цитата, если вы ждете знака свыше, то вот он сегодня на iFORUME, знак свыше, занимайтесь двухшаговыми продажами. Сейчас вы сможете задать мне, наверное, 1-2 вопроса по времени, но у меня есть бонус. По всем законам копирайтинга и двухшаговых продаж, тот, кто напишет мне письмо со словом iFORUME или даст визитку со словом iFORUME, получит 28 примеров таких сайтов бесплатно. Рома, спасибо. Давайте поблагодарим Романа. Из своего опыта скажу, что это действительно работает, мы тоже этот прием используем. Есть уже вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Павел, компания WPSOA. Вы приводили примеры сайтов, которые помогают получить новые landing page, посадочные страницы, допустим, LP generator и так далее. Я правильно понимаю, что подобные результаты, четырехкратное увеличение conversion rate были получены стандартными средствами этих сайтов? То есть спид-тест проводился средствами этих сайтов или какие-то другие? Да, да. Любой сервис для АБ-тестирования позволяет вам получить вот этот прирост. В данном случае четырехкратный прирост. Там мы чуть-чуть видим, поменялся дизайн. То есть там еще привлекали дизайнера, верстальщика. Но в принципе даже вот за счет изменения форм, кнопок, заголовков, легко можно повысить конверсию в два, в три раза без привлечения дизайнера. Ну, а когда вы повышаете ее, уже потом у вас появляются ресурсы и на дизайнера. А какие средства для АБ-тестинга вы можете поспетовать? Ну, мне очень нравится LP generator, потому что он простой, сел и поехал с помесячной оплатой. Мне нравится, если говорить для интернет-магазина Visual Website Optimizer, если бесплатная альтернатива, то Google Website Optimizer. И в принципе все. Ну, еще Temp Forest я использую связки с Google Website Optimizer. Один раз там 15 долларов заплатил за шаблон и дальше используешь бесплатно Google Website Optimizer. Спасибо. Спасибо. Давайте еще один вопрос. Хороший доклад, спасибо. Такой вопрос. А конкретно есть ли примеры двушаговых продаж в интернет-магазине дорогих товаров, ну, конкретных товаров? На рынке наверняка есть. У меня, я сейчас дорогих товаров не припомню, но можно собирать аудиторию вокруг яхт и вокруг лакшери сегмента. В принципе, это реально. А вот обычные товары там, электроника или книги, ну, любые, игрушки там, такое реально? Реально. Тогда у вас первый шаг, это, например, подписка на рассылку. Да, то есть вот почитайте ту же рассылку книга без ЮА, которую я вспоминал, они через рассылку отлично продают. Единственное, что они пока еще не сделали вот этот первый шаг с лендинг-пейджами. А так это может быть любая полезная контентная рассылка, там, 10 лучших книг для маркетолога, да, там, или выжимка из 10 лучших книг для финансиста. Люди на него подписываются, вы начинаете им рассказывать про эти книги и параллельно их продавать. Вот просто сходу вам такой пример. Правильно я понимаю, что это как дополнение, а не основной канал продаж. Если мы же не возьмем так и сразу перестроим воронку на двухшаговую продажу в магазине. Ну, сразу перестраивать я не рекомендую. Нужно потестировать. Ну, то есть сразу и хорошо, редко бывает. Нужно все тестировать, внедрять и, возможно, потом вы сможете отказаться от продаж в лоб. Возможно. Спасибо. Спасибо. Давайте поблагодарим Рому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин